здравствуйте дорогие друзья в июле 2017 года состоялась поездка по монастыря московской области и на канале уже вышло несколько фильмов из этой серии кто их не видел ссылки на них будут в описании сегодня предлагаю продолжить эту тему и рассмотреть лужецкий ферапонтов монастырь про него уже снято несколько фильмов разными исследователями и возможно кто-то из вас уже знает что лжецкий монастырь и откапывали в 90-х годах прошлого века и казалось бы вот они официальные доказательства того что здания засыпаны однако не все так однозначно побывав в этом монастыре у нас сложилось свое мнение по поводу виденного и мы пришли к весьма неоднозначным выводам но прежде как всегда кратко официальная историческая справка основание монашеской обители в столице можайского удельного княжества положено было в 1408 году святым ферапонтом белозерским учеником сергия радонежского по просьбе князя андрея можайского первый каменный собор в честь рождества богородицы простоял в лжецком монастыре до начала 16 века после чего был разобран а на его месте в 1524 1547 годах выстроен новый пятиглавый сохранившийся до наших дней первый архимандрит лжецкого монастыря преподобный ферапонт прожив 95 лет скончался в 1426 году и был похоронен у северной стены собора в 1547 году причислен к лику святых русской православной церкви позже над его захоронением был построен храм прошу запомнить этот момент позже мы к нему обязательно вернемся надвратная церковь преображения господня каменный одноглавый храм над южными воротами монастыря храм преображения сооружен на рубеже 16 17 веков верхняя часть храма перестроена видимо в 1750-х годах после пожара 1732 года современное купольное завершение устроено после 1812 года поздний купол исказил первоначальный вид памятника в 1618 году артиллерия стоявшего под ножайском польского королевича владислава практически уничтожила и город и посад тогда же мученическую кончину принял лужецкий архимандрит метрофан обитель была опустошена население в подмонастырских слободках побита все церкви разрушены до такой степени что даже спустя десятилетия после разорения богослужение можно было совершать только в рождественском соборе в 1655 году архимандрит моисей еще 29 человек из братья монастыря скончались в моровое поветрие свирепствовавшие в ту пору в 1681 1684 годах построена каменная града с четырьмя круглыми башнями и двумя воротами в 1761 1768 годах построена квадратная башня в северо-восточном углу ограды 18 веке добавлена еще одна круглая башня по царскому повелению в первом году 18 века на военные надобности было сдано из лужецкого монастыря 50 пудов колокольной меди то есть 819 килограмм этот век отразился в монастырской летописи бурей сорвавших крест с одной из глав соборского храма огненными пожогами нескончаемыми исправлениями ветхости и возобновлениями храмов в декабре 811 года был возобновлен живописью и устройством иконостас преподобного ферапонта во время отечественной войны 812 года монастырь подвергся сильному разорению но не был разрушен четыре вспышки холеры были засвидетельствованы в мажайске в 1830 1870 годах молитвами в том числе и лужецкой братьей это страшная болезнь отступала о многочисленных событиях многовековой монастырской истории и о людях участвующих в них известно во многом благодаря лужецкому архимандриту дионисию виноградову с 1874 по 1893 год он возглавлял лужецкую братью при архимандрите дионисии поновлялись храмы приводились порядок монастырские архивы территории монастыря и кладбище в 1922 году монастырь был официально закрыт в 1926 году библиотека архив и предметы из резницы были переданы в краеведческий музей в резнице лужецкого монастыря некогда хранились тарханные грамоты на отжалованные монастырю вотчины и земельные угодья от великого князя московского василия иоанновича царя и самодержца иоанна 4 васильевича и государя михаила федоровича датированные 1506 1551 и 1623 годами соответственно до конца 1909 года собор был открыт как приходской 11 ноября 1929 года согласно протоколу мост облсполкома и мост совета храм был окончательно закрыт в начале 30-х годов 20 века в монастыре размещалась школа детского закрытого учреждения нквд или попросту колонии для беспризорных также в храмах монастыря и в церкви преподобного ферапонта в том числе разместилась фурнитурная фабрика на месте некропля расположились складские помещения фабричные гаражи со смотровыми ямами в братских келях были устроены коммунальные квартиры а здание переданы для устройства столовой и клуба воинской части со временем здание церкви преподобного ферапонта под которой покоились его останки оказалось так обезображено что в институте рост проекта реставрация занимавшимся в 60-х годах реставрации в лужецком монастыре посчитали невозможно восстановить храм в прежнем виде и поэтому было решено разобрать его полуразвалившиеся стены в 1961 1964 годах в монастыре проводились реставрационные работы под руководством архитектора реставратора иванова работы касались прежде всего собора были разобраны поздние пристройки вокруг него выполнено покрытие сводов и деревянное чешуйчатое покрытие глав заложены поздние конные проемы и раскрыты древние щелевидные окна на фасадах и барабанах в 1994 году монастырь вновь перешел к церкви в 1999 году во время церемонии обретения мощей преподобного ферапонта в юго-восточном углу фундамента ферапонтового храма происходило скрытие грунта сделанный по краю кладки шурф показал 15 рядов кладки кирпичей 18 века на известковом растворе а зная размер кирпича того периода нетрудно почитать что высота кладки была более метра 9 августа 2015 года после десятимесячной реконструкции состоялось открытие колокольни в нижнем ярусе которой так называемой колокольной палатке впоследствии было погребено несколько представителей древнего рода совеловых сохранился также фундамент храма преподобного ферапонта этот фундамент состоит из привезенных с кладбища белокаменных надгробий со старинными велообразными крестами часть подобных надгробий найденных при расчистке территории монастыря входит состав некрополя разработан проект реконструкции храма преподобного ферапонта и галереи собора конец краткой официальной исторической справки друзья информации по монастырю много в описании под фильмом на youtube канале неофициальная история будут ссылки на дополнительные материалы там на самом деле интересно почитать а мы сейчас попробуем извлечь некоторые основные моменты из услышанного итак самое первое на что стоит обратить внимание это сказанное прямым текстом что вся история монастыря была написана с 1874 по 1893 год настоятеля монастыря диониси тут еще хочу заметить явную параллель между 1600 годами и 1800 и там и там в начале века случается нападение разорение и там и там в середине века происходит или моровое поветрие или холера но если почитать справочники то термином моровое поветрие на руси обозначали эпидемии которая приводит большому количеству жертв как правило это именно холера или чума вам не кажется эти совпадения странными следующий момент который при прочтении официальной информации режет ухо это даты ранее 1700 года если кто не знал то наш современный календарь ведет свой счет с 1700 года а до той поры календарь был совсем другим то есть дат ранее 1700 года просто не могло быть в принципе про календари я подробно рассказывал в одном из фильмов о тульском кремле если кто не видел то надеюсь вам будет интересно ссылочка всплывет сейчас в правом верхнем углу и будет в описании под фильмом и в конечной заставке еще один важный момент проскакивает утверждение о переделках в монастыре в конце 19 века касательно только лишь монастыря этот факт не говорит абсолютно ни о чем но в масштабе всего расследования событий 19 века это является значимым аргументом тут хочу пояснить что каждый фильм рассказывает помимо исследуемого объекта также еще и часть всей картины событий 19 века и кто смотрел все фильмы на канале уже в общих чертах представляет о чем собственно речь вообще но вернемся к нашему монастырю приступим к осмотру всего по порядку начинаем с некрополя скажу сразу красивый и аккуратно некрополь фальшивка до великой отечественной войны тут располагались склады и гаражи все эти надгробия принесены сюда позже и просто расставлены красивыми рядами а те кто не влезли то просто сложено аккуратно под деревом про запас причем некоторые фигурные и резные в кавычках надгробия на самом деле всего лишь бетонная отливка в которой видна арматура есть встречаются самые разные надгробия разные формы и с различной символикой от языческих соляровных символов до христианских причем часто на одном надгробии в большом количестве представлены вилочковые кресты и даже валентинка есть что интересно такое сочетание на одном надгробном камне несочетаемых казалось бы символов встречается довольно таки часто у нас есть версия почему такое возможно и она будет озвучена фильме про спаское кладбище города тула который уже готовится друзья обратите внимание на провалы грунта если как нам говорят что территорию монастыря откопали или тут были гаражи то как получились эти провалы провалы на могилах случаются в первый на крайний второй год после погребения и то не всегда а эти провалы очень ровные такое ощущение что отсюда что-то убрали какую-то плиту или камень что касается надгробий с вилочковым крестом даже в наши дни их называют надгробными камнями над могилами грешников и при любой возможности стараются уничтожить однако если посмотреть на эти каменные блоки с вилочковыми крестами более внимательно то что мы видим мы видим что эти надгробия в кавычках гораздо старше чем надписи на них орнамент сделан красиво и симметрично а надпись будто процарапана гвоздем кстати одному мне рисунок вилочкового креста напоминает замок молнии не подлежит сомнению тот факт что эти каменные блоки с красивым виллообразным крестом и процарапаны кое-как надписью на самом деле одно время использовались в качестве надгробия однако было ли таковым изначально предназначение этих каменных блоков простой пример в наше время все прекрасно знают что это такое и для чего предназначено было изначально но пройдет еще лет сто и люди будут думать что это просто надгробие просто символ памяти и ничего более да это символ памяти и дань уважения людям благодаря которым мы с вами сейчас живем об этом нужно помнить всегда но изначально назначению этих предметов совершенно иное вот и с виллообразными надгробиями то же самое изначально это не были надгробия и надписи выгравированные там означали что-то другое что-то что не нужно видеть всем людям именно поэтому все древние камни с виллообразными крестами или разбиты или использованы в качестве фундаментных блоков церковь над могилой ферапонта как раз из таких плит это тот самый храм который был возведен в 16 веке над могилой основателя монастыря и сама эта ситуация очень напоминает триумф одной идеологии на другой при этом ферапонтов храм собираются воссоздать интересно для восстановления будут использоваться эти же надгробия или все же их заменят на что-то еще это очень важный вопрос реставратором как они будут сохранять историческую преемственность воссоздаваемого здания и при этом сберегать исторические памятники которые сейчас находятся фундаменте ведь если эти блоки с вилочковыми крестами убрать то будет нарушена историческая последовательность и получится просто новое здание рядом а если оставить то это будет намеренное уничтожение объектов культурного наследия что на этот раз придумают чиновники от официальной истории друзья я прошу всех кто сможет подключиться возможно кто-то живет недалеко прошу вас следить за ходом воссоздания этой церкви и сообщать мне так как сам я туда не могу ездить каждый месяц а заложить блоки хватит пары дней вот они вилочковые кресты вот он яркий пример вилочкового креста вот он они здесь все такие расколотые раздолбанные спиленная арматура возможно времен СССР когда здесь была швейная фабрика по крайней мере так нам рассказал священник который сразу прибежал когда мы начали снимать этот фундамент что интересно до этого мы обошли с камерой почти весь монастырь и нас никто не замечал хочу отметить тот факт что ориентация фундамента выполнена строго по сторонам света это очень интересный момент по официальной версии ферапонтов храм был построен в 16 веке мы исследовали много храмов более поздней даты постройки и что примечательно все эти храмы были ориентированы алтарем на северо-восток со сдвигом примерно на 30 градусов а были даже такие которые смотрели алтарем на юго-восток то есть получается после 16 века компас потеряли или восток сдвинулся или что еще про один такой храм архангела михаила предлагаю вам посмотреть перейдя по ссылочке в правом верхнем углу и в конечной заставке кстати друзья у нас с прошлого 2018 сезона осталось много съемок по самым разным храмам которые все еще никак не опубликую из-за нехватки времени хочу вас спросить хотите ли по каждому храму видеть отдельный фильм с полной детализацией исторической справкой или сделать все храмы одним обозрением или не стоит вообще заморачиваться и двигаемся дальше так как ничего нового мы там уже не увидим прошу вас проголосовать за интересный вам вариант ссылочка на голосование будет в описании а мы продолжаем как мы уже помним из исторической справки под камнями минимум метр кирпичной кладки старинным кирпичом на известковом растворе то есть эти каменные блоки вполне могли исполнять роль гидроизоляции если бы не забутовка между каменными блоками такими же старинными крупноформатными кирпичами и как мы видим далее современная реконструкция также делается крупноформатным кирпичом только уже современным вообще с этим ферапонтовым храмом много неясного например его местоположение практически вплотную к стенам рождественского собора делает бессмысленной северную дверь этого собора или там был переход из одного храма в другой давайте посмотрим на сам собор стены выложены из крупноформатного кирпича на известковом растворе размеры кирпича соответствуют по времени началу 18 века или еще ранее тут хочу пояснить что до середины 15 века по официальной истории на Руси применялся кирпич другой формы которая называется плинфа это почти квадратный тонкий кирпич который также изготавливается из глины и обжигается а кирпич привычной для нас формы начинают применять уже после середины 15 века опять же по официальной информации так вот первоначально каменный собор если он действительно был то он должен был бы быть выполнен именно из плинфы а уже в 16 веке когда согласно официальной информации его строили заново его сложили из привычной формы кирпича пусть и крупноформатного так вот к чему я это все обычно когда что-то переделывают то старый стройматериал также используют но тут нигде мы не встречали ни одного кирпича в форме плинфы даже забутовка сделана обычным кирпичом ну наверное потеряли как всегда или плинфы просто не было или этот собор не такой древний как нам говорят про то что было много переделок никто и не скрывает священник нам рассказал как на соборе закладывали и снова пробивали окна и поэтому окна и орнамент под ними не совпадают собственно в официальной информации говорится то же самое однако как бы ни переделывали собор мне все равно непонятно зачем дверь на такой высоте даже если ничего не было и это здание не засыпано все равно дверь слишком высоко а если засыпано даже по официальной версии лужецкий монастырь откапывали и этого никто не скрывает вот фотография советского времени до откапывания обратите внимание на размер окна собора но у меня все равно вопрос хорошо монастырь откапывали но откопали ли его ничего подобного монастырь так и не откопали всего на все убрали один метр строительного мусора вокруг собора и все по рассказам местных собор все время стоял как бы на бугорке а теперь он стоит на ровной плоскости а если что еще ниже что можно откопать сейчас мы можем только гадать так как узнать это можно только откопав еще хотя бы метр но давайте все же попробуем предположить исходя из того что мы видим в основании стены собора лежат каменные блоки но они почему то разные а вот обратите внимание каменный пояс прерывается и вниз уходит кирпичная кладка если смотреть внимательно то видно что это проем возможно дверь если это дверь то она должна быть выше или уровень грунта должен быть ниже также есть непонятные отверстия стене похожие на вентиляционные еще их называют продухи причем это не выдолблено по готовому это выложено сразу при постройке крем друзья когда будем рассматривать крепостную стену то еще раз вернемся к вопросу об уровне грунта и засыпанности монастыря А сейчас давайте продолжим осмотр собора Вот это арочное окошко Это заложенная дверь Или большое окно Это легко понять по штукатурке Которая уходит в стену И какой здесь Кладочная смесь здесь И здесь И вот то же самое Окошко-то Вот оно было Вот оно было Окошко-то Штукатурка Это было здоровое окно Еще одно вот тут Такое же И вот так же делали То есть какой кирпич Вот тут И какой вот тут Со следом от болгарки Переход где-то вот На этом уровне Был И это вот все новое Ну тут Вообще вот эта штука вся новая Новодельная Во Вот она Окно возле крыльца Заложено старинным кирпичом Но на современном цементе А само крыльцо Вообще выложено современным кирпичом Кирпичом Который соответствует Старинным размерам Это крыльцо полностью новодел Так как еще в советское время Его не было Обратите внимание на Нештукатуренную часть Видите по углам закладные Что это? Это там должна быть Мемориальная доска? Друзья У кого есть какие мысли? Напишите пожалуйста в комментариях А мы давайте войдем В сам Рождественский собор И осмотрим его изнутри Друзья Не кажется ли вам Что внутри Слишком высоко И узко? Много места вверх При маленькой площади пола Казалось бы Для того чтобы храм Мог вместить больше людей Его нужно делать Как можно шире Ну как например Торговый центр Ведь торговые центры Не строят высокими Их делают широкими Чтобы вместить Как можно больше людей Исследуя сельские храмы Этот вопрос звучит Еще более актуально Так как там Часто Высокое здание храма Но при этом В него порог не вмещается Даже все жители села Не говоря Обо всем приходе Если соберутся все одновременно Следующий интересный момент Внутри собор Равнопропорциональный То есть Если к примеру Убрать иконостас И не иметь с собой компаса То по внутреннему виду Догадаться Где какая страна света Просто невозможно Более того Двери с юга и с севера Такие же как с запада Говорят о том Что все четыре стороны Были одинаковые И равнозначные А иконостас Явно пределан Так как смотрится он Аляписто И негармонично Про дверь с северной стороны Собора Мы уже говорили ранее Зачем она нужна Если там была церковь Теперь давайте посмотрим На крепостные стены монастыря И сразу возникает вопрос А зачем они вообще нужны Если можно пролезть Через окна В Веденской церкви Так же непонятно Какой смысл В таких низких башнях Посмотрите Бойницы в башне Далеко друг от друга Настолько Что слепая зона Получается очень большой То есть враг Спокойно может стоять Между этих бойниц Прямо около башни И его никто не увидит Внутри башни Мы видим закладные Подстропила Это что был второй этаж? Вход в башню Очень низкий Но сделан на современном уровне Возможно это переделка Стены кажутся Гораздо моложе башен Зато Видны явные следы того Что стены были Привязаны к башням В другом месте То есть стена переделана И более того Еще и надстроена сверху А снизу не видно камня То есть нет гидроизоляции Друзья Хочу обратить ваше внимание На этот угол крепостной стены Лично мне непонятно Почему нельзя было сделать В этом месте стену прямой Соединив две башни Единственное объяснение Такой формы стены Это ее строили поверх Другого сооружения Ну или используя Остатки другого сооружения Этот орнамент Внизу башни Называется юбка И это новодел Кладка юбки Выполнена из современного Кирпича Без перевязки С основной стеной И уже отошла Я уже говорил Что башни слишком низкие А вот эта вот юбка Вообще кажется Это ну как Наводил не наводил Но он приложен Отдельно Вон вон Отошла Юбка-то Без перевязки Да? Ага Она отошла То есть Этой юбки Тут изначально Вообще не было А теперь пойдем К колокольни Видим непропорциональные И несимметричные окна Пирамидальное наверх Как будто не отсюда Выглядит как будто Приделанным Не знаю как вам Друзья Но мне эта колокольня Напоминает вот это Итак Предлагаю подвести итоги Что же мы имеем По факту Первое История монастыря Написана в конце 19 века Второе В его истории существуют Явные параллели Повторяющих друг друга Событий с периодом В 200 лет Третье Возраст монастыря И конкретно Рождественского собора Меньше Как минимум на 200 лет Четвертое Судя по Рождественскому собору Колокольне И Ферапонтовому храму Изначально этот монастырь Имел совершенно другую функцию Возможно языческую Но в определенный момент Был адаптирован Под нужды христианства Как победивший идеологии Пятое Территория монастыря Не откопана до сих пор Шестое Весь монастырь в целом Представляет интерес Для туристов Просто как красивое место И для исследователей Для изучения Так как хранит Еще немало тайн А все Что нам представляют Сейчас В качестве монастыря Всего лишь Красивая обертка Друзья В описании под фильмом Будет ссылка На альбом С фотографиями Из монастыря Кому будет интересно То предлагаю Дополнительно С ними ознакомиться А я на этом С вами не прощаюсь Впереди еще много интересного Благодарю вас за внимание Всего вам доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok